В Караганде 8 скульпторов представили свои варианты будущему памятнику женщинам-шахтеркам. Сегодня с извояниями будет знакомиться общество женщин Караганецкой области. Подробности в репортаже Амина Смакова. Новые светофоры на 15-й магистрали стали причиной крупного дорожно-транспортного происшествия. Глава региона побывал на нескольких стройплощадках города, а также раскритиковал ход ремонтных работ на дорогах Караганды. Новая система светофоров путает водителей. Схема, установленная по поручению отдела ЖКХ города, предназначена для завершения маневров транспорта в сторону 15-й магистрали. Местные власти уверяли, система разгрузит дорогу и в два раза сократит количество ДТП. Тем не менее, новый светофор стал причиной крупного дорожно-транспортного происшествия. Теперь следствие не может выяснить виновника аварии. Валерий Егоров водитель со стажем. В режиме руля он уже 21 год. За все это время 40-летний карагандинец ни разу не нарушал правил дорожного движения. Однако на прошлой неделе он попал в ДТП. Авария, которая случилась 17 мая на 15-й магистрали, в жизни Валерия первая. В это время с правой стороны с Лизычайки на перекресток вижу, что двигается красный Volkswagen Golf. Буквально там это доли секунды. Я оцениваю ситуацию. Смотрю, Golf не останавливается. Я смотрю, горит зеленый сигнал светофора. Но Golf продолжает двигаться. Я в последний момент соображаю, что он едет на красный. Я смотрю опять. Я еду на зеленый. Я ему начинаю моргать фарами, клаксоном. Даю сигнал, чтобы он остановился, чтобы я мог его объехать. Но он продолжает двигаться. И я в последний момент уже ухожу от толковения, от удара. И боком его цепляю своей машиной. На этих кадрах можно четко увидеть, как Валерий проехал на запрещающий сигнал светофора. Однако возмущенный водитель говорит, что во время аварии с его стороны горел зеленый свет. После случившегося виновник аварии обратился в компанию «Караганда Автотранссервис», которая осуществляет контроль за светофорами. Подходим и спрашивает сотрудник, как так получилось. Возможно, такое, что он ехал и ему навстречу, не навстречу, а со второстепенной стороны тоже двигался. Он говорит, да, здесь светофор настроен таким образом, что с моста загорается, кто едет с города, с моста загорается красный сигнал светофора, а в противоположной еще горит там 2 секунды, по-моему, или я не буду утверждать сколько, горит еще некоторое время зеленый. То есть я на этот зеленый ехал. Вот ситуация такая. Но мы, говорит, его сейчас перенастроим и все. В результате ДТП пострадал пассажир, который находился на заднем сидении «Фольксваген Гольф». Пострадала пассажирка, которая сидела сзади него. Но она вышла, она на видео видно, что руку почесывает, что, ну, видать, это удар какую-то обстойку, может, получила. Затем он мне звонил и сказал, что она получила сотрясение. Но в больницу ее не положили. К слову, так как въезд на путепровод запрещен, данная система установлена для завершения маневра грузового транспорта в сторону объездной дороги. Таким образом, уверяет власти, число аварий и пробок на карагандинских дорогах станет в два раза меньше. Однако, по словам местных водителей, новая система светофоров их только путает. Чтобы разузнать более точную информацию, мы обратились в управление дорожной полиции города. Однако там давать какие-либо комментарии отказались. Дело по факту ДТП направлено в суд. Судебное разбирательство состоится уже 31 мая. У Валерия Егорова есть всего неделя, чтобы доказать свою невиновность. Мужчина готов идти до конца. Мирамгуль Салкимбаева, Тулегин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Карагандинские студенты не поедут в США. Учащимся вузов было отказано в визе по программе Work and Travel. По непонятным причинам не у дел остались 40 студентов. Амина Смакова с подробностями. А родители нам объяснили, где мы визы. Я бы вас попросила просто по-человечески. Студенты оформляли документы через усть-каменогорскую фирму. Связь держали через интернет посредством онлайн-конференции. Оформляли документы для получения визы. Однако перед отъездом компания заявила, что в визах отказаны. Нам по телефону объяснили, что это в связи с терактами, что Госдепартамент США по работе с иностранными студентами, как нам сказали представители данной фирмы, без объяснения причин отказал. Такого невозможно. Как это без объяснения причин можно отказать? Сроки вышли. По словам родителей, даже если детей пустят в США, то временные рамки программы Work and Travel студенты не укладываются. В качестве утешения участникам программы были предложены двухнедельные курсы английского языка. Две недели в Англии взамен трех с половиной месяцев в Америке. Языковые курсы, которые они собираются предложить, в общем-то, это тоже не альтернатива, я считаю, не выход. Это гораздо дороже и гораздо меньше. То есть, если бы в Америке она пробыла три с половиной месяца, то языковые курсы максимум две недели, кажется, насколько я понимаю. И стоимость где-то порядка та же. То есть, мне предлагали с одной фирмы отправить в Англию на языковые курсы 1700 евро. Две недели. Родители опасаются, что им попросту могут не вернуть деньги за оформление документов и покупку билетов. Суммы, по их словам, внушительные. Амина Смакова, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Привелся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Молочная фабрика на Тиже представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков. Восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. На Тиже. С заботой о вашем здоровье. Глава региона побывал сразу на нескольких стройплощадках города. Волжан Абдишев ознакомился с ходом строительства жилья в Караганде, которым, к слову, остался крайне недоволен. Какие нарушения обнаружил Акимобласть, расскажет наш корреспондент. Это новый энергосберегающий дом по улице Ермекова, 9. Жилье возводят по госпрограмме для молодых семей. Строительство ведется по новым технологиям. Дом сэкономит до 20% на энергопотреблении. Это достигается за счет современных евростандартных окон, утепления чердака и углов здания, а также особой системы рекуперации отопления. Мы берем принудительно с улицы холодный воздух, проходит он через обогревающие камеры, и теплым подается в квартиру. А также происходит организация теплого воздуха, который идет на обогрев холодный воздух. А это дом по соседству. Его строительство было приостановлено. Все дело в том, что специалисты, проводившие обследование здания, пришли к выводу, дальнейшее возведение возможно лишь после укрепления несущих опор. Другими словами, подрядчики попросту некачественно выполнили работы. Причем недобросовестная строительная компания по-прежнему осуществляет свою деятельность. Ну вот посмотрите, что еще надо? Вон какая колонна первая, да и вот вторая, куда она ушла? Если мы весь девятый этаж перекрытия должны демонтировать, это же все нарушение же. Если вы все в один голос говорите, что это нарушение строительных норм, за это же надо же отспрашивать. А это уже многоэтажки на юго-востоке. На два кредитных дома по проспекту Шахтера выделено в общей сложности более 8 миллиардов тенге. Сумма внушительная. Однако красивые фасады сменяют многочисленные недочеты в планировке. Глава региона жестко выразился в адрес проектировщиков. Как людям выходить, как друг друга биться? Вот как вот одновременно выходить двух соседов? Я же это замечание вам делал, что на Эрмеку, а же Том Блокишев, а, Петрович? Ну что за отношения? Кроме того, Баужан Абдишев побывал на стройплощадке в Майкудуке. По улице Бирюзова возводятся две пятиэтажки по программе «Доступное жилье-2020». Уже в этом году сюда въедут несколько десятков молодых семей. Ознакомился Акимобласти и сходом строительства микрорайона «Шапагат». В завершении выездного заседания начальником управления и строительным компаниям глава региона дал ряд конкретных поручений. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Недоволен оказался глава региона ремонтными работами на дорогах шахтерской столицы. Ряд претензий было высказано в адрес подрядчиков и местных исполнительных органов. Все подробности у Сергея Высокосова. С каждым годом на благо устройства Караганды и ремонт дорог выделяется все больше средств. Жители города и его гости отмечают перемены к лучшему. Теперь встает вопрос о качестве проводимых работ. Ряд дорог в связи с ремонтом закрыты для проезда автотранспорта. Это, естественно, вызывает неудобства. Приходится перераспределять транспортные потоки. Но все ждут от подрядчиков качество ремонта. Акимобласти Воружан Абдишев начал объезд с проверки хода работ по среднему ремонту улицы Казахстанской. Подрядчик Аградор. Из бюджета выделено 69 миллионов тенге. Площадь ремонта около 20 тысяч квадратных метров. Уже уложен нижний слой от улицы Степной до улицы Московская. Верхний слой лежит на площади 14 тысяч квадратных метров. Улица Интернационалистов. С ее закрытием сразу возникли проблемы на центральной проезжей части города проспекте Бухаржирау. Сейчас подрядчикам ПК Аградор задействованы на работах 5 единиц дорожной техники и 30 человек рабочих. Произведен демонтаж старых бордюров. Начат монтаж по замене изношенного бордюра на гранитный. Всего будет отремонтировано около 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы ведутся полным ходом и по улице Комиссарова, Газалиева до улицы Ермекова. На производство работ заложено 76 миллионов тенге. Подрядчик АО «Ремиксер». Из более чем 21 тысячи квадратных метров отремонтирована почти половина. Вызвали ряд нареканий, не продуманные до конца «мелочи» в кавычках. Например, стоянки для автомашин, которые сегодня паркуются, даже на тротуарах. Возникли вопросы по проблемным участкам дорог, на которые тоже не обратили внимания. Давайте мы его заасфальтируем. Вот сейчас он назад вот эту раз отломал, да, потом под него вода, и вот этот асфальт пошел, пошел и так далее. Пока ты отсыпешь это отсевок, знаешь, они у тебя все полотнят. И у тебя же здесь завтра же будет вода. Порядка. Какой угол? Если завтра это ванна будет, понимаешь? Ванна. Грязевая ванна. Вы ранитесь за сальтируем. Бюджетных средств вкладывается в ремонт дорог немало. Поэтому необходимо придерживаться строгих стандартов, оговоренных в договорах. Тем более, что всеми необходимыми материалами дорожники обеспечиваются сразу. И огрехи вызывают естественное негодование. Тем более, вложив серьезные средства в ремонт дорог, требуется сделать его так, чтобы и не вспоминать о дорожных проблемах несколько лет. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. В Караганде установят памятник женщинам-шахтерам. Всем известно, что городу зарабатывали статус шахтерской столицы не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества. Именитые карагандинские скульпторы представили свои варианты изваяния. Выбирать будущий монумент будет общество женщин Карагандинской области. Все подробности у нашего корреспондента. Это скульптура как будущий вариант памятника «Шахтерка». Его автором является почетный скульптор города Караганды Анатолий Белык. Две женщины. Одна кормит грудью ребенка, вторая ждет ее с киркой на плече. Автор эскиза надеется, что его работу утвердят и поставят в центральном парке недалеко от памятника «Шахтерская слава». Анатолий Белык не единственный, кто представил свой вариант памятников. Скульптор Амангельда Бексултанов представляет памятник шахтерок в несколько ином виде. Две работы, два эскиза я выставил. Один под девизом «Ожидание». То есть они ждали все время. Мало что работали, но они ждали, когда вернутся. Это во время войны. С войны вернутся. Дети, друзья, братья, сестры. А второй вариант – это «На смену». Смена называется, двойная фигура. Здесь две женщины, которые пришли на смену. Две фигуры. Одна более пожилая, взрослая, другая девчушка еще. Сегодня только ознакомительная часть. Общество женщин Караганинской области выразит свое мнение по поводу той или иной скульптуры. По словам Кайрата Джеймбаева, начальника управления архитектуры и градостроительства, все только на стадии разработки. Места для будущего изваяния его размера еще не утверждены. Амина Смакова, Тулегин Рашитов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Карагандинский зоопарк развесуют в стиле граффити. 1 июня здесь пройдет конкурс граффитистов. У законе стремления молодежи рисовать на стенах предложил отдел культуры и развития языков Караганды. Под уличный раскраса дадут бетонные стены зверинца. Здесь граффитисты смогут передать полет своей фантазии, при этом не навредив эстетическому облику Караганды. Яркие оригинальные ограждения, чем не подарок карагандинскому питомнику. Тем более, что в этом году зоопарк празднует свое 75-летие. Целью данного конкурса является выявление творческой молодежи, талантливой творческой молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к родине. Также мы даем легальную возможность нашим детям, подросткам проявить себя через граффити. Эскизы на участие в данном конкурсе принимаются по адресу Бульвар Мира 39, также по факсу 42 1461 до 24 мая текущего года. К слову, конкурс на стенах рисунков проходил в зоопарке 5 лет назад. Изображения хоть и потускнели со временем, однако до сих пор радуют посетителей карагандинского питомника. Эта картина до сих пор привлекает людей. Несмотря на то, что она уже немножечко повлекла, все равно многие посетители предпочитают фотографироваться с этим замечательным волком. Организаторы конкурса рассказывают, чтобы рисунок был ярче и устойчивее, участникам необходимо заранее подготовить так называемое полотно, очистить и грунтовать поверхность стены. Эскизы будущих произведений будет отбирать специальная комиссия. Между тем, сотрудники зоопарка рассказывают, чтобы они хотели видеть на стенах зверинца. Мне, как работнику зоопарка, конечно, в первую очередь, пусть и в графическом таком изображении, но, конечно, хотелось бы больше видеть животных. Хочется видеть этот мир ярким, цветным, как вот это вот наступившая весна и приближающееся лето. Авторов лучших рисунков наградят дипломами и ценными подарками. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта, о них расскажет Берик Апаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На стадионе «Шахтер» в рамках четвертого дня массового футбола УЕФА стартовал областной турнир по футболу среди юношей и девушек с ограниченными интеллектуальными возможностями. В соревнованиях принимало участие более 150 участников из различных районов области. Мы проводим совместно с областной федерацией футбола, карагандинский филиал Special Olympics проводит в честь четвертого дня всемирного футбола, мы проводим праздник футбола. Главной целью проведения соревнований является пропаганда специального олимпийского движения, развитие футбола среди людей с ограниченными возможностями, а также их социализация и интеграция в обществе. Мирослав Бираник С вами был Кукеев. Мирослав Бираник